В 2015 году выходит первый официальный смартфон с Ubuntu Touch от компании BQ Mobile. Смартфон BQ Aquaris E4.5 мог похвастаться 4-х ядерным процессором Mediatek ARM Cortex A7 на частоте 1,3 ГГц, графическим ускорителем Mali-400 на частоте 500 ГГц, 1 ГБ оперативки, 5 и 8 Мп камерами и аккумулятором на 2150 мАч. Для работы Ubuntu Touch в этом смартфоне была задействована специальная библиотека LibHybris, позволяющая использовать родные драйверы для Android и тем самым портировать систему на любые устройства. Стоимость смартфона составила 169 евро. Чуть позже китайская компания Meizu выпустила смартфон Meizu MX4 на базе Mediatek MT6595 с двумя 4-х ядерными процессорами, мощным Cortex A17 на частоте 2,2 ГГц и энергоэффективным Cortex A7 на частоте 1,7 ГГц, графическим ускорителем PowerVR G6200, 2 ГБ оперативки, 20 Мп камерой и вариантами 16 и 32 ГБ встроенной памяти. Первоначально данная модель была доступна только для Китая, позднее вышла версия для европейского рынка по цене 300 евро. Также стоит сказать, что год спустя BQ выпустила планшет BQ M10 с Ubuntu Touch на борту. Особенностью этого планшета является возможность работы в режиме обычного десктопа при подключении клавиатуры и мыши. В основе лежит 4-х ядерный процессор MT8163A, 2 ГБ оперативки и 16 ГБ встроенной памяти. Стоимость планшета составляет 22 тысячи рублей. Помимо Ubuntu на него также можно было установить и Android. Одновременно с этим представлена новая редакция Ubuntu Snappy Core, суть которой в том, что базовая система является собой один монолитный образ, обновляемый атомарно, то есть целиком, в то время как приложения поставляются независимо и никак не связаны с системными компонентами. Эта сборка в основном предполагается для использования с интернетом вещей, но Canonical заявляла, что переведет и обычную редакцию на технологии Snappy. Дальнейшее развитие этой технологии привело к созданию самодостаточных пакетов приложений в формате Snap, идейно аналогичным ранее упомянутым клик-пакетом. Суть работы Snap в том, что это контейнер с программой, необходимыми ей зависимостями и профилем AppArmor, обеспечивающим изоляцию этого приложения от всей системы и других программ в целях безопасности. Этот пакет независим от дистрибутива, однако для работы Snap-пакетов требуется установка базовых библиотек Ubuntu Core, а сами пакеты скачиваются с серверов Canonical, за что часто критикуются. 21 апреля 2016 года выходит шестой LTS-выпуск Ubuntu 16.04 Xenial Zerus – гостеприимная земляная белка. Как обычно, никаких экспериментальных возможностей, но улучшение функционала. В Unity улучшена поддержка экранов сверхвысокого разрешения, а также приложений Gnome, использующих хедербар заголовок, или так называемые клиентские декорации окон – CSD. Обеспечена долгожданная возможность размещения боковой панели снизу. Сама же Unity стала еще более жручей, чем в предыдущем выпуске. Видимо, сказывается жручесть обновленных компонентов Gnome. В самом Gnome продолжена полировка работы поверх Wayland, решены многие раздражающие недоработки и повышена скорость отрисовки. Прекращена поддержка проприетарного драйвера Catalyst для видеокарт AMD Radeon в связи с прекращением его разработки в пользу нового AMD GPU Pro, работающего в паре с открытым драйвером ядра AMD GPU. Вместо Catalyst рекомендуется использовать свободный драйвер из состава Mesa, или же AMD GPU Pro. КДЕ обновлено до выпуска 5.5, из репозитория к Ubuntu Backports доступны более свежие версии. Продолжено совершенствование редакции Ubuntu Mate, в которой проведены оптимизации настроек и улучшения в работе с компис. Это первый LTS выпуск с SystemD по умолчанию, который еще более плотно интегрирован со всей системой. Однако Ubuntu 16.04 получилась на старте более глючной и жручей, нежели Ubuntu 14.04. Разумеется, в давлениях многие косяки исправили. На базе этой версии вышел первый стабильный выпуск KDE Neon, который сам по себе раскололся на 4 редакции. Стабильную со свежим KDE, стабильную с LTS версией KDE, стабильную с тестовым KDE и нестабильную с тестовым KDE. Как-то так. А вот на выпущенной на основе Ubuntu 16.04 Linux Mint 18 многие не торопились переходить, так как выпуск оказался более жручим и глючным, и потому до последнего сидели на версии 17.3. Выпущенная в октябре Ubuntu 16.10 могла похвастаться наличием экспериментального сеанса с Unity 8, доступным на экране входа в систему. Оболочку очень хорошо отполировали, решили почти все проблемы при работе с многомониторными конфигурациями, однако из-за недоработки компонента X-Mir невозможен запуск многих приложений, не поддерживающих мир. Но в целом работа Unity 8 поражала качеством отрисовки, и многие, в том числе и я, ждали ее включения по умолчанию выпуски Ubuntu 18.04. Об этом заявляла и Canonical, наряду с тем, что переведет Ubuntu 18.04 из классических депп-пакетов на стапе Ubuntu Core. Вышедший в апреле 2017 года Ubuntu 17.04 продолжена полировка Unity 8. При этом в Unity 7 не вносилось никаких изменений, кроме исправления ошибок. С момента прошлого выпуска в Unity 8 произошел гигантский скачок вперед. Реализовано полноценное меню приложений, вместо того недоразумения, что было ранее. Впрочем, оно тоже осталось. Обеспечена поддержка всплывающих уведомлений, мозаичного размещения окон, реализована полноценная панель управления системой, вместо ранее предлагаемого кастрированного варианта для мобильных устройств. В рабочем столе появился переключатель между режимом рабочего стола, то есть обычной Unity, и версией для планшетов, в которой окна приложений могли размещаться на весь экран, либо бок о бок. Исправили кучу багов. Из заметных остались разве что косяки с отрисовкой приложений GTK, в особенности тех, что используют хедербар заголовок. Далее обеспечили еще более тесную интеграцию с SystemD, добавили поддержку многопоточного ввода-вывода, реализовали поддержку принтеров, не требующих для работы специфичных драйверов. Также была представлена новая редакция с рабочим столом BUDGE, являющимся альтернативой GNOME Shell. Про BUDGE я рассказывал в обзоре дистрибутива Solus. Вскоре после выхода появились новости об активной разработке нового значительного релиза дисплейного сервера MIR, в который будет добавлена поддержка графического API Vulkan. Очень многие ждали появления новых устройств Ubuntu на борту. Также вместо использования раздела подкачки, теперь при установке создается и задействуется файл подкачки, поэтому разбивка диска несколько упростилась. Как по мне, выпуск получился очень годным. Но спустя некоторое время появилась шокирующая новость. Canonical отказалась от Unity 8, мобильной Ubuntu и почти всех связанных разработок, и собирается переводить Ubuntu обратно на GNOME. Редакция Ubuntu GNOME при этом перестанет существовать, а ее разработчики переключатся на обычную Ubuntu. Таким образом, в разработке теперь по большей части будет принимать активное участие сообщество, нежели сама Canonical. На ней останется поддержка инфраструктуры, инструментария и подобного. Тролли не заставили себя долго ждать, и похоронили Ubuntu несколько раз подряд. В качестве причины такого шага называется слабое заинтересованное сообщество, сложности с разработкой, а также отсутствие прибыли. Забавно то, что именно Canonical повернулась жопой к сообществу, начав гнуть свою линию, и в то время, когда остальные дорабатывали Вейлот и совершенствовали его поддержку в графических окружениях, Canonical изобретала велосипеды с целью получения контроля, если не над всем графическим стеком в Linux, то хотя бы над таковым в Ubuntu. В итоге Canonical вернулась к тому, отчего бегала многие годы, и по умолчанию в Ubuntu 17.10, вышедшей в октябре 2017 года, задействован Gnome на Вейлот. Оболочку Gnome Shell немного стилизовали под Unity 7, правда, бывшего функционала, типа глобального меню, здесь больше нет, да и боковая панель довольно ограничена в возможностях. Сделано это было по большей части, чтобы не шокировать пользователя, который привык к Unity, но если подумать логически, обновившись с прошлого выпуска, у него и так останется Unity, ведь ее из репозиториев никуда не дели. А если он пользовался Gnome, то он наверняка настроил его под себя лучше, чем это сделал Mark в дефолте. Ну да ладно, важно не это. Важно то, что этот выпуск оказался фатальным для некоторых ноутбуков, так как портил им прошивку. По разным данным, количество жертв варьируется от нескольких десятков до нескольких сотен. Виной тому оказался драйвер Intel для работы с UEFI-прошивкой, включенной в ядро Linux 4.13. Драйвер был экспериментальный, и Canonical не протестировала его должным образом. Ubuntu 1710 была изъята с серверов загрузки, и после того, как ошибку исправили, была перевыпущена. В остальном, ничего революционного не произошло. В какой-то мере вообще пошла регрессия, ведь одним выстрелом убили столько технологий. И тем обиднее, ведь Unity 8 по своему функциональному наполнению была практически полностью готова. Оставалась лишь косметика. Пять лет разработки похоронили в один день. Мобильную Unity 8 продолжила развивать сообщество UbiPorts, одновременно заявив о планах по портированию ее на большее число устройств. Хотя ими также развивается и десктопный вариант Unity 8, и вполне успешно. Десктопную Unity 8 форкнули под именем Unit, но развитие не пошло. Разработчики, судя по всему, форкнули ее с перепугу, или на волне хайпа. В итоге, Юнит объединился с UbiPorts, и сейчас идет развитие Unity 8, в которой уже за несколько месяцев исправили столько багов, сколько Canonical не могла сделать за полтора года. Начали появляться темы оформления и наборы виджетов, имитирующие внешний вид и поведение Unity. Да то же окружение Мате все больше и больше накапливает функционал из Unity 7, что доказывает, что интерес в общем-то был, и все могло кончиться совершенно иначе. Другие же задавали резонный вопрос. Почему Canonical выбрала Гном, а не КДЕ, который не только помогает финансировать, но и у которого есть мобильная версия и такие же планы по конвергенции? Возможно, что причиной оказалась неполная поддержка Вейланд, хотя теперь Canonical разрабатывает Гном на пару с Red Hat, часто кооперируясь, в основном по части оптимизации оболочки. И вот тут, забегая вперед, Canonical действительно молодцы. Но они не стали отказываться от своих обязательств и продолжат поддержку всех своих продуктов в течение всего срока их жизни. Unity 7 оставлена в репозиториях, однако в нее не будет вноситься никаких исправлений багов и улучшений. Примечательен тот факт, что с момента возврата Гном по умолчанию на форумах Ubuntu разработчики начали устраивать опросы для пользователей, в которых интересовались, какие фичи они хотели бы видеть на десктопе, и что в первую очередь следует улучшить. Плюс стали публиковать регулярные отчеты о проделанной работе, вроде допиливания темы оформления, реализации недостающего функционала и так далее. Апрель 2018 года и новый LTS-выпуск Ubuntu 18.04 Bionic Beaver – бионический бобер. Новый LTS – это, как всегда, оттачивание нововведений из предыдущих промежуточных и полировка того, что уже было. В установщик добавили опцию для минимальной установки, что очень оценят те, кто предпочитает сам выбирать нужный ему софт. Включив данную опцию, в конце установки будет выпилена кучка стандартных приложений, вроде плееров, офиса и почтовика. Это хорошее нововведение. По умолчанию включили отправку статистики на сервера Canonical. Статистики вроде параметров компьютера и настроек системы. Это плохое нововведение. Однако статистика не будет учитывать конфиденциальные данные, и можно самому просмотреть, что система собирает. Но параноиков это не волнует. Во весь голос будут говорить о шпионаже, сговоре с Microsoft и так далее. Зато вот калькулятор и парочка других утилит теперь поставляются в виде снаб-пакетов и будут регулярно обновляться. А то как-то не по-пацански сидеть два года с устаревшим калькулятором. Для фанатов Unity теперь есть доработанный лейаут в мате с максимальным закосом, хотя и не без багов. Впрочем, сама Unity 7 так и осталась в репозитории, никто ее никуда не девал. Правда, стабильная работа теперь не гарантируется. Я активно пользуюсь Ubuntu 18.04 с первой беты. Ее работа более чем устраивает. Однако, несмотря на включение Wayland по умолчанию в предыдущем выпуске, в Ubuntu 18.04 решили по умолчанию оставить иксы, а Wayland включить по умолчанию в будущих выпусках. И это, на мой взгляд, правильно, так как еще много аспектов, где Wayland нуждается в доработке. Помимо всего прочего, это первый выпуск Ubuntu с поддержкой видеокарт Radeon серии RX Vega. Поддержка ввода с мыши и тачпада переведена на новый драйвер Leib Input, применяемый Wayland и X-Org. Ну и, конечно, множество оптимизаций и косметических улучшений. Выпуск получился весьма добротным. Но это эволюция, а не революция, как это было раньше. К сожалению или счастью. Осенью вышла Ubuntu 18.10 Cosmic Cuttlefish – космическая каркатица. Впервые с 2010 года было произведено полное обновление оформления интерфейса. Представлена новая тема YARU, разработанная при участии сообщества, а также новый пакет иконок, основанный на теме SURU, предназначавшейся для Unity 8. Внешний вид очень осовременился, хотя, на мой взгляд, стал чуточку мультяшным. Произведены многочисленные оптимизации Gnome, обновлен графический стэк, по умолчанию снова предлагается сеанс на Wayland. Продолжено улучшение интеграции с пакетами Snap и Flatpak. В Ubuntu наконец-то по умолчанию впендюрили LX-Cute, который долгие годы пытался вытеснить LX-DE. По работе LX-Cute напоминает нечто среднее между KDE и LX-DE, однако пока скудноват в настройках. Для Kubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Budge и Ubuntu Studio прекращено формирование 32-битных сборок. И уже вовсю идет похожая тенденция в других дистрибутивах. Разве что Debian, как обычно, до фонаря. А что же стало с дисплейным сервером Мир? Canonical продолжила его разработку и поддержку для встраиваемых систем, интернет-киосков и интернета вещей. Но так как протокол Wayland за многие годы уже тщательно обкатан и поддерживается практически всеми графическими тулхитами, было решено обеспечить возможность запуска Wayland-клиентов в Мир, так же как классические X11-приложения запускались в нем через X-Мир. Однако затем было решено превратить Мир в полноценный Wayland-композитор, такой же как Weston или Queen. Старый клиентский API-Мир удалили, и Unity 8 лишилась поддержки аппаратного ускорения графики. Сейчас Мир развивается именно в этом направлении. Благодаря прослойке Мирал, его можно будет достаточно легко адаптировать для любых графических окружений. В частности, для Матэ, разработчики которого как раз и планируют задействовать Мир для обеспечения поддержки Wayland. Звучит весьма странно, ведь еще 7 лет назад это были две абсолютно противоположные сущности. Мир по-прежнему доступен в штатных репозиториях Ubuntu, а также Федора и некоторых других, и готовится к включению в состав Debian. Мир обрел вторую жизнь уже в качестве Wayland-композитора, справедливости ради весьма неплохого. Но по факту, жив он остался лишь потому, что его ключевые разработчики находятся на зарплате у Canonical. Без нее он был бы нафиг никому не нужен. У Гнома есть Мутер, у Кет есть Квин, для общей обкатки Wayland есть Вестон, ну а для создания композиторов и оболочек стуля есть WL Roots. Тем не менее, Матэ уже начали адаптировать под работу с Мир, в частности, панель уже довольно неплохо работает в окружении Мир и других композиторов с поддержкой протокола Layer Shell. А вот работа по портированию сопутствующего софта еще не началась. А работы там непочатый край. Впрочем, о Мир я подробно рассказывал в отдельном выпуске, рекомендую ознакомиться. А если вы желаете помочь в портировании компонентов Матэ на Wayland, в описании оставлю ссылку на руководство. В апреле 2019 года вышла версия Ubuntu 19.04 Disco Dingo. Основной особенностью стало значительное повышение производительности и отзывчивости рабочего стола, благодаря совместным усилиям разработчиков Ubuntu и GNOME. Улучшена поддержка Wayland, обеспечена экспериментальная поддержка дробного масштабирования интерфейса, а также решены проблемы в работе мониторов с частотой обновления более 60 Гц. Однако по умолчанию по-прежнему предлагаются иксы, так как по мнению разработчиков GNOME Wayland еще не готов для пользователя. А именно, нет поддержки приложений для захвата экрана, есть проблемы в работе с несколькими мониторами, а также проблемы с сохранением открытых программ при падении оболочки. Эти проблемы решаются в настоящее время. В частности, для работы удаленного рабочего стола задействован PipeWire, плюс он же используется для расшаривания экрана, например, в браузерах Chrome и Firefox. И последний на момент выхода этого ролика Ubuntu 19.10. По умолчанию задействован GNOME 3.34, в который влили колоссальное количество оптимизации отрисовки. Порой просто не веришь своим глазам. Жаль, что потребление памяти ни капельки не уменьшилось. Зато до блеска отточили штатное оформление, буквально замылив грань между темами Яру и Адвайта. Также улучшен темный вариант оформления. Для новых видеочипов Intel по умолчанию задействовали режим быстрой загрузки, при которой полностью отсутствует видимое мерцание при переключении видеорежимов. Внешне это выглядит как бесшовный переход от заставки системы к рабочему столу. В установочный образ добавили проприетарные драйверы NVIDIA, по согласованию с последней, чтобы после установки система была полностью готова к работе. Как обычно и бывает, не обошлось без кипиша. Из репозиториев выкинули поддержку 32-битных пакетов, таким образом попытались заставить разработчиков всяких Vine, Steam и прочих переписывать свой софт под 64-битную архитектуру. Аналогичное решение приняла Apple, потому macOS Каталина лишилась огромного количества софта, в частности игр. Но Марк снова облажался, и в результате эти разработчики предпочли послать его на безумно дивные три буквы, нежели резко что-то переписывать, потому что Apple можно так делать, ее пользователи стерпят все, а в мире Гнулинукс за такие неоправданные поломки могут и морду набить. В итоге, в качестве компромисса в репозиториях оставили только необходимые этим программам 32-битные зависимости, что собственно также применяется в Arch Linux или Fedora. Хотя, пожалуй, наиболее заметной и действительно революционной фичей в новом выпуске является экспериментальная поддержка установки на раздел с файловой системой ZFS. Для этого используется открытая реализация этой файловой системы из проекта ZFS on Linux, корни которой уходят в OpenSolaris. Однако, лицензия CDDL, под которой распространяется этот модуль, хоть и свободна, но несовместима с GPL, поэтому включить ее в состав ядра Linux невозможно. Но поставлять ее в составе дистрибутива никто не запрещает. К слову, убунтовцы подошли к этому очень серьезно, даже написав особый демон, который значительно упрощает работу с этой файловой системой и пулом хранилища. Однако, пока установка возможна только на весь диск целиком. Средств разметки под ZFS, равных как и графической морды для работы со снапшотами и прочим, пока нету. Но в целом это очень неплохое нововведение. Кстати, напишите в комментариях, если пользуетесь ZFS на десктопе. Очень интересно узнать мнение именно о ее десктопном применении. Доведение ее поддержки до кондиции планируется к выпуску 20.04 LTS. Пока же, по предоставленным Pharonix тестам, во многих местах она уступает о производительности X4, но в некоторых и значительно опережает. А дальше уже увидим. В Ubuntu Mate задействован последний стабильный выпуск рабочего стола, в котором проведена начальная очистка от привязок к XM, выполненная в рамках подготовки к портированию на Вейланд. Вместо Thunderbird задействован Evolution, а вместо VLC Celluloid, графическая оболочка для MPV. из поставки выкинули Q4, так как практически не осталось компонентов, которым он был нужен. В Ubuntu задействовал новый выпуск XFCE 4.14, полностью переведенный на GTK 3 и получивший поддержку аппаратного ускорения отрисовки в оконном менеджере, а также поддержку расширения DRI 3 Present для прямого рендеринга изображения в обход их сервера на свободных видеодрайверах. В Ubuntu задействовано KDE 5.16, в котором появилась экспериментальная поддержка Wayland на пропоретарном драйвере NVIDIA, внесены многочисленные оптимизации скорости загрузки и потребления памяти, а также отточен интерфейс штатных приложений. В Ubuntu BUDGE внесены улучшения для совместимости с компонентами GNOME 3.34 и обновлены приложения. В репозитории добавлены пакеты с оконным менеджером SWAY в Wayland версии i3 и всеми необходимыми компонентами. Лично мне SWAY безумно понравился, хотя и не любитель тайлинговых оконных менеджеров. Обязательно будет обзор. В остальном же Ubuntu осталось Ubuntu. Нравится это кому-то или нет, это по-прежнему очень хороший, законченный и популярный дистрибутив, на который равняются многие. Вот такая интересная и непростая история у одного из самых популярных дистрибутивов Linux. Можно по-разному к нему относиться, но нельзя недооценивать важность Ubuntu как для Linux-сообщества, так и для индустрии в целом. Кто знает, в каком бы мире мы сейчас жили, не появись этот дистрибутив в далеком 2004 году. Для многих пользователей именно Ubuntu стала дверью в мир Linux и свободного ПО. И хотя многие сейчас начали ее хоронить, она все еще живет и развивается. И может однажды она вернет себе былое величие. На этом у меня все. Благодарю за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, впереди будет много интересного. Субтитры сделал DimaTorzok